Как распознать вербовщиков, почему не стоит изучать религии в интернете и кто может помочь при попадании в деструктивные сети, рассказали жителям Караганды теологи в ходе акции «Это важно знать». Специалисты Центра изучения и анализа проблем межконфессиональных отношений при управлении по делам религий Карагандинской области раздавали горожанам листовки и буклеты в одном из крупных торговых домов. Подобные акции проходят в Караганде регулярно. Опытные теологи объясняют горожанам важность религиозной грамотности, отвечают на вопросы. У нас есть специальный центр, где работают теологи и религиоведы, которые ответят на ваши вопросы. Либо вы можете обратиться в мечети, в церкви, там есть батюшки и имамы, которые ответят вам на ваши вопросы. Но ни в коем случае нежелаемо искать какие-либо ответы на ваши вопросы в соцсетях, в интернетах, так как там люди, возможно, не образованы и, возможно, дадут вам не ту информацию. Так что это считается небезопасно и незаконным. Наряду с теологами на вопросы жителей отвечали юристы, представители правоохранительных и государственных органов, а также медики, судоисполнители и представители банков. Все консультации бесплатные. Мы сейчас являемся свидетелями, когда в обществе происходят ситуации, связанные с вовлечением женщин в какие-то религиозные сообщества, когда возникают сложные ситуации, связанные с непониманием, либо с вовлечением их в деструктивные течения. И когда женщина попадает в эту ситуацию, безусловно, ей нужна поддержка профессионалов для того, чтобы суметь правильно оценить ситуацию, правильно понять, насколько и чтобы она не стала жертвой этих деструктивных течений. Организаторы акции призывают горожан не доверять псевдотеологам из соцсетей. На религиозные вопросы должны отвечать компетентные специалисты. Они гарантируют анонимность и конфиденциальность всех обращений.